Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 августа. Я вот только что показывала Саньку, что он сначала пластмассовый, а потом делается такой мягкий, мясистый. То же самое могу сказать про индийское мясо. Я вот показывала уже индийское мясо, дегустацию, и кто-то один человек все-таки нашелся. Все говорили, что это вкусный, очень сладкий, хороший сорт, а один человек все-таки нашелся и сказал, что оно не очень вкусное все. Ну и то же самое, что я говорила про Саньку, я могу сказать и про индийское мясо. Когда я сорвала его и я разрезала, вот эта вот мякоть была почти вся белая, а вокруг вот эта темная. Я дала полежать ему также 3-4, может 5 дней даже не помню. Сейчас разрезала, сделала повторную дегустацию. Сахар повысился, он стал намного сладче, он стал намного мягче и он стал красивее. Вот этот разрез, смотрите, стал действительно походить, ну он стал похож на кусок мяса, действительно настоящий как кусок мяса, такой бифштекс кусок говядины. И хранится он нормально, он только приобретает от хранения, размягчил, стал более сладким и более красивым. Так что если кому-то, кто-то сорвет, например, индийское мясо, вот для меня тоже это новинка, поэтому я его и дегустирую, и так и так пробую. Меня первый раз, когда я разрезала, смутило, что у него семена вот такие все вот зелененькие, вообще зелененькие. Но это ведь признак того, что томат еще не созрел, я решила его подержать. И вот сейчас он созрел точно, он стал сладкий, мягкий, но семена почему-то все равно зелененькие. Не знаю, держать его дальше я уже боюсь. Но вот кто впервые будет выращивать индийское мясо, и когда он покраснеет, ну станет бордовой, вот такая помидорка, вы сорвете, и вам не понравится вкус, то это свидетельствует лишь о том, что вы, возможно, рановато сняли его, нет, разрезали и съели. Его можно снять и похоронить немного, несколько дней на дозаривании, чтобы он действительно приобрел вот этот вкус и аромат, который заявлен вот в характеристиках этого сорта. Вообще он должен быть и сладким, и вкусным. Но вот сейчас мы уже на подходе. Вот это вот нигийское мясо, оно стало более темное и еще сладче, чем когда я в первый раз разрезала. Все, до свидания. Сегодня еще раз пробую те сорта, которые уже, я уже о нем рассказывала. Это просто маленькие добавки, такие нюансы.